МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подразделение возглавило в 2015-м. Дружный, сплоченный коллектив. Все имеют достаточно большой опыт работы. Многие, с кем сейчас я работаю, пришли именно в это время, когда я приходил. То есть это 2004-2006 года. Вот в это время сформировался наш основной костяк, который на сегодняшний день трудится в Новоуральске. Каждое заключение экспертов – это маленький научный труд. Он основывается на множестве собранных и проанализированных данных, на знаниях и опыте криминалиста. Кстати, с гордостью можно отметить, что наше отделение считается лучшим в Свердловской области. Это как раз из истории мал золотних да дорог. Результаты работы криминалистов широко огласки и, как правило, не подвергаются. О них знают только следователи или фигуранты дела. Но нередко в суде результат экспертизы решает судьбы людей. От них зависит, будет поймен преступник или нет. Вы ответственность вот эту большую чувствуете? Каждый день? На самом деле ответственность, она есть, но она не тягостная, так скажем. То есть каждое решение эксперта, оно всегда взвешено, всегда научно обосновано и поэтому никогда не вызывает сомнений. Всегда интересно узнать, с каким оборудованием работают криминалисты. Передвижная криминалистическая лаборатория появилась в Новорайске в 2008 году. Здесь есть все необходимое оборудование при работе на улице, ночью или в мороз. Куча чемоданчиков, но это, конечно, на обывательском языке. Микроскоп, фотоаппаратура, словом, полный набор эксперта. Это у нас устройство обнаружения и идентификации взрывчатых наркотических веществ, которое позволяет тоже у нас в полевых условиях провести экспресс-анализ вещества, которые мы сделали. То есть оно переносное, может быть, не сильно. Пригождалось? Ну, пока, слава богу, нет. Напоследок майор полиции Алексей Петровский рассказал об интересном случае. В Новорайске несколько лет назад было совершено двойное убийство матери и сына. Ни свидетелей, ни очевидцев. Тогда наши криминалисты сняли следы отпечатки со всей квартиры, подъезда и входной группы. Было получено 200 следов. В этом огромном массиве у нас был вычленен один след, который был признан пригодным для идентификации. В последующем этот след был проверен по соответствующим базам данных. И у нас был установлен человек. След был оставлен на внутренней поверхности двери квартиры. И этот человек в последующем был задержан и дал признательные показания. Именно работа криминалистов в современной системе розыска является основным источником улики доказательной базы. С их помощью раскрывается большая часть совершенных преступлений. Профессиональный праздник желаем всем сотрудникам экспертно-криминалистического отдела блестящих результатов в нелегкой, но такой нужной людям работе. Сил вам, успехов и большого человеческого счастья. Альбина Бабкова, Дмитрий Орлов, Новорайская вещательная компания.